Союз пенсионеров из Китима объединяет более двух тысяч человек. Как и в любой организации, есть актив. А есть и те, кто предпочитает оставаться в тени. К нам женщина пришла, одна осталась. К нам пришла, поговорили, посидели по душам. Она ушла счастливая, довольная. Сказала, хорошо, что есть такая организация. Союз пенсионеров – это организация, в которой легко найти дело по душе. Ирина Шадрина училась на курсах компьютерной грамотности. Правда, осваивать сложную технику она начала гораздо раньше. Просто решила подкрепить навык. Интернет помогает ей в любимом деле – в благоустройстве сада. Советы блогеров ей интересны, но теперь она слушает только профессионалов. Я себе половину огурцов сожгла с этими. Интернет почитала, обработала. На другой день захожу, они у меня желтенькие. Ну, пришлось все обрезать, заново садить. В бассейне для пенсионеров действуют скидки. 50% от обычной стоимости. Возможность заняться своим здоровьем без таблеток. Я рыба, не скажу какая. Люблю очень плавать. Сначала вроде как общение. Потом удовольствие. Ну, а потом здоровье. Многие в бассейне поплавают, потом приходят ко мне на зарю продолжать дальше. Им хочется дальше развиваться. Елена Косик входит в сборную пенсионеров эскетима по плаванию. Группа участвует в областных соревнованиях и часто побеждает. Когда поехали первый раз, я пропул за 21 секунду. Меня даже Лена обогнала. Меня это закусило. Как так? Лена меня обогнала. Ну, я стал почаще ходить, побольше. Потом за 20, потом за 19 проплыл. Уже здесь, в эскетиме, последний раз мы проводили в апреле за 18. Лена обогнала. Команда пенсионеров стала лидером Новосибирской области по итогам соревновательной акции «Дойти до Берлина». Около 500 организаций России приняли в нем участие. Эскетимская группа обогнала многих, более младых идущих, и заняла 61 место. По Сибири они третьи. Мария Витюгова прошла почти 300 тысяч шагов. Она рекордсмен среди эскетимских лидеров. Два тюбика живокоса смазала на ноги. Я вообще привыкла всегда впереди быть. Среди возрастных команд эскетимцы стали восьмыми по России и третьими по Сибирскому федеральному округу. А по Новосибирской области клуб уже несколько лет держит пальму первенства. Всем участникам акции были вручены сертификаты, а лидерам – подарки.